МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Несмотря на все меры властей, цены на продукты питания продолжают расти. На очередном аппаратном совещании глава региона Ерлан Кушанов распорядился принять меры по недопущению роста цен в преддверии зимних праздников. Неприятная находка. Жители Балхаша обнаружили в колбасе муху. Производитель из Южного Казахстана заявляет, что это происки конкурентов. Мы единое целое. Более 500 маленьких артистов показали свое мастерство на сцене Дворца культуры «Молодежный». Глава региона Ерлан Кушанов призвал принять меры по предотвращению роста цен в преддверии зимних праздников. Аким области провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы касательно запасов нефтепродуктов и овощей. Ерлан Кушанов поручил подчиненным взять вопрос стабилизации цен на особый контроль. Аким области Ерлан Кушанов попросил прокомментировать ситуацию с ростом цен на продукты, бурно обсуждаемым в средствах массовой информации. Руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Бекожин заявил, что наблюдается лишь незначительный рост цен на куриные яйца, а цены на картофель остаются прежними. Он также добавил, что проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых продукция фермеров реализуется по более низким ценам. У нас заэффицирован рост цен незначительный на куриное яйцо, но производителями четырех приставок куриное яйцо не поднимали. По 20 центов. Мясо как мясо? Ед на уровне держится. Также мы продолжаем сейчас проводить ярмарки. В субботу провели ярмарку и дальше будем проводить. Мясо как было, так и есть производители. По ИФО? По ИФО. На сегодня, сейчас вот со статистикой отрабатываем, все отработали, до всех районов и городов довели плановые показатели, которые они сдают. На сегодня вот статистика должна до 6 числа принять нам сено до конца, картофель и овощи. Еще до конца не приняли. Они принимают это расчетным путем. Поэтому, если, например, взять картофель, мы 328 тонн произвели, на сегодня принято 295 тонн. Овощи также 104 тонн, 4 тысячи тонн произвели, 90 тысяч сегодня приняли. И сено также. Миллион 595 приняли, а мы произвели вот миллион 623. На совещании отметили, реализация горюче-смазочных материалов проходит в свободной продаже. Запасы АИ-92 рассчитаны на 34 дня, а дизельное топливо на 17. Увеличилась на рынке доля российского топлива, что не могло не отразиться на цене. Но необходимо отметить, что выросла доля российского ГСМ до 50%. Но это, соответственно, отразилось на цене. Но за ноябрь месяц в область отгружена казахстанскими НПЗ 10 тысяч тонн, российскими 11 тысяч тонн. И соответствующая ситуация по дизельному топливу. Поставки идут, проблем нет. Аким области призвал подчиненных принять все необходимые меры по сдерживанию цен. Он также поручил обеспечить стопроцентный показатель выполнения целевых индикаторов. Главными сферами, требующими особого внимания, Аким области назвал инвестиции, строительные работы и сельское хозяйство. Все мы знаем, перед Новым годом, уже в декабре, необоснованный рост цен всегда наблюдался. Уже сейчас надо упреждающе работать. Какие механизмы, оперативные, системные меры надо все это принимать. Также глава региона отметил, что необходимо пристально следить за ситуацией на рынке труда. В частности, своевременные выплаты заработной платы. Товжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном Акимате также объявили о новых назначениях. Новые руководители назначены в областной департамент государственных доходов и департамент по делам обороны Карагандинской области. Алмат Иман Гожин назначен новым руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления. Начал трудовую деятельность в 1992 году в должности налогового инспектора налоговой инспекции по Калининскому району Алматы. В ноябре 2014 года был назначен заместителем руководителя Департамента государственных доходов по городу Астане. Кайрат Абишев приказом министра обороны назначен начальником Департамента по делам обороны Карагандинской области на военной службе с 1995 года. Работал в военных комиссариатах и управлениях по делам обороны Карагандинской области. До назначения возглавлял Тимиртауское управление. Работал в военных комиссариатах и управления по делам обороны Карагандинской области. Многие, наверное, его знают, он местный. До назначения был начальником управления по делам обороны города Тимиртаус. Вопросов нет? Предсаживайтесь. Тогда давайте поздравим и вы можете проступить к выполнению своих обязанностей. Успехов вам! Неприятную находку обнаружила семья из Балхаша. В колбасе горожане обнаружили муху. Они написали заявление в Балхашское управление охраны общественного здоровья с требованием привлечь к ответственности производителей. Мусульманская. В городе Балхаш. В городе Балхаш. Фирма президентская вроде бы. На этих кадрах отчетливо видно, что в колбасе находится посторонний предмет. При ближайшем рассмотрении этим предметом оказалась обычная муха. Колбасу к обеду жительница Балхаша приобрела в ближайшем магазине. Продукт был в вакуумной упаковке. Срок годности в норме. На следующий день колбасу отнесли в городское управление охраны общественного здоровья. Написали заявление с требованием привлечь продавца к административной ответственности. Однако выяснилось, что реализатор здесь ни при чем. Магазин здесь ни при чем, так как колбаса была в фабричной упаковке, упакована, сроки соблюдены. Но это чисто погрешность санитарной гигиены в самом предприятии. Поэтому будут разбираться наши коллеги. Оперативно на действия санитарных врачей отреагировал и производитель колбасы. На мясокомбинате ответственно заявляют, что проведут собственное служебное расследование. Однако они склоняются к мысли, что все это происки конкурентов. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полицейский пенсионер на машине сбил девушку на пешеходном переходе. Происшествие было рядом с торговым домом «Строймарт-Гипер». Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Охранники магазина показывают момент столкновения. Видно, что стоял солнечный день, на дороге не было плотного движения. И тем не менее водитель автомашины «Ниссан» в виде пешехода на большом расстоянии сбивает девушку. По сообщению ДВД Карагандинской области, за рулем автомобиля находился 50-летний мужчина, ранее работавший в органах внутренних дел, а ныне пенсионер. 22 ноября 57-летний водитель автомашины «Ниссан Жук» совершил наезд на пешехода, 30-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего оказана медицинская помощь без госпитализации. По данному факту в отношении водителя составлен на данный протокол по ст. 610, ч. 2 Кодекса об административном правонарушении Республики Казахстан. К другим новостям. Учиться честно, зачеты и экзамены сдавать своим умом. Это и называется академическая честность. В столичном Назарбаев университете состоялся телемост под названием «Академическая честность в контексте модернизации сознания». В работе телемоста приняли участие и карагандинцы. В экономическом университете собрались студенты, преподаватели и государственные служащие. В развитых странах с коррупцией борются не только сверху, но и снизу через образование граждан, прививая их навыки антикоррупционного поведения. Образовательные проекты против коррупции инициировали и развивают во многих странах мира. Проекты задействуют граждан на разных возрастных этапах, как в средних школах, так и в вузах. В Карагандинской области проделана большая работа по борьбе с коррупцией в колледжах и в вузах. Своим опытом карагандинские антикоррупционеры делятся с коллегами из других областей республики. Создали клубы, подавок пахло всех школах, подписали антикоррупционную хартию со всеми руководителями высших и средних учебных заведений. Внедряем проект антикоррупционный омбудсмен, который будет заниматься профилактикой коррупции в этих учебных заведениях. И сегодняшний телемост, проведенный с высшими учебными заведениями, тоже является одним из направлений. И по результатам сегодняшнего телемоста мы запускаем по всей республике следующий проект Абро и Лостас. Потому что они тоже играют важную роль в данном направлении. И мы действительно хотим, чтобы студенты знали не только цену, но и ценность получаемого образования. В ходе телемоста участники высказывали различные мнения по поводу внедрения механизмов противодействия коррупционным явлениям. Стоит отметить, что среди участников и представители студенческого самоуправления. Среди них представитель студенческого парламента Арман Журобеков. Сегодня в Карагандинском экономическом университете состоялся телемост на тему «Академическая честность в контексте модернизации общественного сознания», на котором приняли участие студенты высших учебных заведений города Караганды. Телемост прошел на хорошем уровне. Я считаю, что нужно проводить почаще такого рода мероприятия для информирования студенческой молодежи и привлечения их к антикоррупционной деятельности, призывать всех студентов к нулевой терпимости. Среди спикеров телемоста известны ученые и личности столичного Назарбаев университета. Они рассказывали об инструментах формирования принципов академической честности в системе высшего образования, а также говорили о роли высших учебных заведений в формировании культуры нетерпимости коррупции в Казахстане. В завершении телемоста дан старт эстафеты «Абройлустаз». Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Мы – единое целое» – так назвали свой отчетный концерт коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры «Молодежные», что в Пришахтинске. Более 500 маленьких артистов показывали свое мастерство в разных шанрах. С утра в фойе Дворца культуры «Молодежные» не протолкнуться. Родители, дедушки, бабушки пришли со своими подопечными на концерт. Кто больше волновался, дети или их родители, не узнать. Возбужденная атмосфера чувствовалась во всем. Будем выступать. Еще у вас есть третьим номером. Еще у вас есть красивая. Долго занимаетесь? Ну, 8 лет. А ты сколько? Тоже. Тоже 8 лет. Мы вместе пошли. Они у меня очень хорошие, добрые, воспитанные. Вы знаете, они очень талантливые. Я их очень люблю. Идут последние проверки техники перед концертом. Все должно работать синхронно, без накладок. На концерт привела у меня там все две внучки. Старшая уже ходит. 11 лет. Булату Масаевичу. И младшая внучка. Так будет 4 года. Группа «Бест». Группа современного танца. Девочки довольные, ходят с удовольствием. Ждут дни, когда ходят на танцы. Стараются не пропускать жене. Сегодня не надо доказывать, что успех и политической, и экономической модернизации зависит в первую очередь от уровня общественного сознания, где приоритетом является духовность. Поэтому духовное возрождение на сегодня задача, что ни на есть, самое актуальное. Именно здесь, в стенах ДК, и воспитывается духовность будущего поколения. Здесь происходит самоопределение и понимание своего национального «я» как принадлежности к народу Казахстана. Этот гала-концерт не хочется называть отчетным. Это праздник. Это аншлаг. Это радостные эмоции и маленьких исполнителей, и зрителей. На концерте были представлены все жанры исполнительского искусства. От ансамблей дамбристов, кью и керюини, и ансамбля гитаристов до солистов и исполнителей танцевальных композиций. Детство – это самое беззаботное и счастливое время. Каждый взрослый мечтает хоть на минуту вернуться в этот чудесный мир. И организаторам этого удивительного концерта удалось перенестись в мир добра и чудес. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Назарбаев интеллектуальной школе Караганды состоялась встреча учащихся с именитыми спортсменами. Заслуженным мастером спорта по боксу, серебряным призером Олимпийских игр в Бразилии Василием Левитом. И заслуженным мастером спорта по боксу, участником Олимпийских игр Аблайханом Жусуповым. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Ребята интересовала, как достичь высот в спорте, какие упражнения наиболее эффективны в занятиях боксом, какой самый трудный бой был у них в спортивной карьере. Василий и Аблайхан доступно и интересно отвечали учащимся на все вопросы. Вот именно единоборственно у меня занимаюсь в первом классе. То есть это уже 23 года совсем в спорте. А боксом в 2014 году. Наверное, каждый человек талантлив, если честно. Просто у кого-то окружение хорошее, у кого-то тренера хорошие, которые хорошо подходят. И благодаря этим они побеждают. И думаю, залог в этом. Подобная встреча состоялась и в школе гимназии номер 92. На вопросы учеников отвечали Олег Бутенко и Максим Раков. Попечительский совет убежден, наставление спортсменов служит для подрастающего поколения мотивацией и вдохновением. Гимназию номер 92 посетили известные спортсмены. Дзюдоист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Максим Раков и мастер спорта Республики Казахстан международного класса по пауэрлифтингу Олег Бутенко с радостью приняли приглашение администрации школы. Призеры чемпионатов мира ответили на многочисленные вопросы школьников и рассказали им о том, как нужно преодолевать страхи и сомнения. Какие советы, допустим, наверное, вера в себя, трудолюбие, если ты будешь знать, допустим, как вот у вас в школе, да, если вы хорошо подготовились к уроку, то, в принципе, вы свободно себя чувствуете, вы знаете эту тему. Так и, допустим, ты, да, ты знаешь то, что ты, блин, ты много очень сделал, ты хорошо работал, ты нигде не сочковал, да, и ты выходишь, ты уверенно идешь, что да, я смогу это сделать. Председатель попечительского совета Алмат Каскарбай уверен, правильное воспитание детей является неотъемлемой частью национальной идеи, а истории чемпионов могут стать отличным примером для молодого поколения. Эта встреча организовывается с одной целью, чтобы ученики видели, что все наши спортивные звезды – это простые ребята, которые выросли в простых семьях и достигли этих больших высот. То есть каждый человек этого может достигнуть. Данная наша встреча организовывается благодаря программе нашего уважаемой Эльбасе, нашего президента Нурслана Абишевича Назарбаева. С учетом этих всех его задач, которые ставятся не только перед государством, они ставятся же и перед народом. И мы, я считаю, я называюсь, мы должны вносить в это все свой непосильный вклад и небольшую толику в развитие нашей страны. Ученик 11 класса Али Толегенов мечтает стать полицейским. Спорт играет в его жизни значительную роль. Особую любовь он питает к дзюдо и боевому самбо. Али надеется, что в будущем сможет достичь тех же высот, что и чемпионы Максим Раков и Олег Бутенко. На сегодняшней встрече я хочу научиться у приглашенных спортсменов тому, как нужно преодолевать трудности в жизни и в спорте. Разумеется, я хочу стать чемпионом. Стоит отметить, что в рамках программы «Булашака Багдар Рухани Жангру» администрация школы совместно с Попечительским советом продолжит череду мероприятий, нацеленных на духовное воспитание учащихся. В скором времени в стенах школы состоится встреча с выдающимися деятелями медицины. Тоже Анлянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Городские власти сообщают, что 29 ноября с 10 до 14 часов в Карагандинском горно-индустриальном колледже состоится городская ярмарка свободных рабочих мест и запись на бесплатные курсы обучения на 2018 год с выплатой стипендий. Колледж находится по адресу улица Магнитогорская, 24. Акимат Караганды приглашает всех желающих принять участие в ярмарке в Аканси. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввукстар. Редактор субтитров А.Семкин